Здравствуйте, мои дорогие! Под одним из видео, где я показывала, как я тушу мясо, вы спросили про такое национально-еврейское блюдо эсик флейш. А у нас скоро Новый год, Рошана. И, как говорят в Израиле, сладкого Нового года. Поэтому сегодня мы приготовим именно эсик флейш. И это традиционное блюдо на Новый год. Это тоже тушеное мясо. Ну, что я вам буду рассказывать? Сейчас все покажу. А вы тем временем подпишитесь на мой канал. Мне будет приятно, а вам полезно. Ну что ж, начнем. Первонаперво я вам похвастаюсь. Как любая рачительная хозяйка, я собираю жир и вытапливаю его. Всегда у меня есть в холодильнике вот такая баночка со шкварками. Эсик флейш – это достаточно жирное блюдо. Нужно много масла. Оно сытное, субботнее. Все должны наесться. Мы включаем наш казанок. И я выкладываю сюда растопиться жир. Мясо у меня поздное, поэтому жира мне нужно побольше. Если у вас мясо жирное, можете взять меньшее количество жира. И вот у меня есть говядина. Подготовим ее, ровно пока вытапливается наш жир. Вот, смотрите, жир практически растопился. Небольшой огонь. Я бросаю наше мясо обжариваться. Люда не терпит суеты. Все делаем медленно, спокойно. Пока мясо наше будет обжариваться, я подготовлю лук. Мясо наше обжаривается. Мы тем временем нарежем не мелко и не крупно, так, средними кусочками лук. Забыла вам сказать, что если у вас нет куриного жира, шкварок в доме, ничего страшного, пожарьте мясо на обычном растительном масле. Эйсик флейш – это такое кисло-сладкое блюдо. Поэтому, пока обжаривается мясо, я сделаю быстрый маринад для лука. Добавлю сюда несколько столовых ложек уксуса. У меня вот яблочный уксус. Я люблю его использовать в блюдах. Также немножко соли. Немного сахара. Все это перемешаем. И пока обжаривается мясо, лук будет мариноваться. И приготовим остальные ингредиенты. Нам нужно будет немножко имбиря. Можно взять сухой. Я люблю больше со свежим. Два-три листика лаврушечки. Несколько, буквально парочку палочек гвоздики. Больше мне не нужно. Чеснок. Чеснок почистим, нарежем. Чеснока не жалейте в это блюдо. Он разойдется и ощущаться совершенно не будет. Мельчить тоже не нужно. Как нарежете, так нарежете. Имбирь можете натереть на терке, но я люблю просто мелко его нарядить. Я пока займусь своими делами. Мясо у меня еще не обжарилось. Ну что ж, как видите, мое мясо обжарилось достаточно. То есть уже никакой сока мяса не выделяет. И я отправляю сюда в кастрюлю свой замаринованный лук. Отправляю сюда же имбирь. Чеснок. Гвоздичку. Немного сразу приперчу. Можете кинуть перец горошком. Пару ложек томатной пасты. Все это мы перемешаем. О, и горячо. Сок появится у нас от лука. Количество лука большое. И лавровый лист. Накрываем крышечкой. И оставляем томиться. Я сейчас даже переставлю на самую маленькую конфорку. На самый-самый минимум. И пусть оно у меня томится столько, сколько ему нужно. Вот прошло 20 минут. Видите, в каком виде мое мясо. Сейчас я должна попробовать, как оно, соус. Соус вкусный, но кислоты явно мне не хватает. Я закислю и сделаю больше жидкости с помощью томатного сока. Помидоры дают кислоту. И добавлю еще ложку уксуса. Если чувствуете, что очень густой соус получился, можно добавить немного воды, что я сейчас и сделаю. Буквально полстаканчика воды. Где-то на сантиметр жидкость должна покрывать мясо. И оставлю еще на полчаса. Ну, что, мои дорогие. Вот прошло еще минут 30-40. У меня тут все активно кипит. Я должна еще разок попробовать, достаточно ли мне кислоты. Да, хорошо, как кисленько. Но мясо-то нарушено. Мы делаем кисло-сладком соусе. Сейчас я вытащу лавровый лист. Он нам больше не нужен. Всю эту историю нам нужно засластить. Сначала мы кислили. Теперь будем заслащивать. У меня есть первый момент. Это силан. У кого нет силана, тот может прекрасно взять обычный мед. Пока ложку меда. Силан – это финиковый мед. Нам нужно добавить сюда пряности. И загустить соус. Все это в комплекте мы сделаем с помощью вот такого вот тульского обычного пряника. У меня пряник со смородиновой начинкой. Что я сделаю, это натру этот пряник на терке и отправлю в наше мясо. Вот такой пряник. Натираем. Сначала натру половину. Значит, смотрите. В принципе, соус можно загущать хлебом. Но тогда нужно добавить пряности. Пряник же, он название. Здесь есть и корица, здесь есть имбирь. Здесь много чего есть в составе. То есть все вот эти специи пряничные, если вы загущаете хлебом, нужно будет вам просто добавить в виде специй. А у меня эта необходимость отпала. Смородиновый джем даст нам сладости тоже. Поэтому я только ложечку меда положила пока. И отправляем все это сюда. У меня булькает. Я пока переставила на более сильную комфорку. Но снова потом поставлю на маленький огонь. К сожалению, там мне неудобно снимать. Это все. Ну вот, достаточно много еще жидкости осталось. Но пряник набухнет. Пряник добавлять больше не буду. Но что я сюда добавлю? Так это пару-тройку черносливен. Ну вот четыре даже положу. Не все любят чернослив. Если вы его не любите, то можете не добавлять. Дело хозяйское. Вот. И подожду еще. Попробую сейчас. Он будет еще недостаточно сладкий, потому что не разошелся пряник, не разошелся чернослив. Ну вот уже сейчас появилась некая сладость. Очень интересная такая. Я оставлю потушиться. Это еще на некоторое время. И буду периодически помешивать. Посмотрю, как будет загущаться мой соус. Потом, если мне будет мало сладости, добавлю. Не буду уже больше закрывать крышкой. Пусть выпаривается. Пусть готовится. Буду периодически пробовать, чего мне не хватает. И корректировать кислоту, соль, сахар. Посмотрим, что из этого получится. Подожду, пока разойдется пряник. Вот мое мясо загустело. Видите, какой соус. Вот буквально он такой очень густой. Прям такая похлебка. Я даже не знаю, жаркое что-то. Попробуем. Пробую я всегда соус. Отлично. Слабости мне хватает. Кислоты мне хватает. Мне немножко не хватает пряности. Пряник все-таки у нас был один, половинка пряника. То есть пряности мне явно здесь не хватает. Поэтому, что я сделаю. Это я возьму палочку корицы. Мне захотелось. Даже палочку долго она будет отдавать свой вкус. Я возьму вот молотая корица. У меня есть буквально на кончике ножа. Ну вот я подсыплю. Маленькая щепоточка корицы. И дам разойтись ей по нашему жаркому. И выключаю. А мы с вами посмотрим, как выглядит мясо. Мясо на тарелку. Пару кусочков. Видите, лук немножко видно. Томатная паста. Это принцип приготовления. Если у вас нет томатной пасты, если у вас нет томатного соуса, возьмите свежие помидоры, перебейте их в блендере. Получите то же самое. Просто постоянно регулируйте кислоту и сладость. Итак, что я хочу? Я хочу вам показать, какое мясо у нас получается. Я не буду его резать. Я его просто вот так вот разделю. И вы видите, что получилось. То есть мясо просто разваливается на волокна. Оно нежнейшее. Вкуснейшее. Сейчас я его попробую. Это божественно. Итак, мы приготовили айсик флейш. Это очень интересное блюдо. Его не будешь есть каждый день. Но это Израиль, детка. Здесь каждый праздник каким-то образом связан с едой. Хорошего вам Нового года. И пишите в комментариях, какой рецепт вы хотели бы увидеть еще на моем канале. Я с удовольствием, с удовольствием, с огромным сделаю это для вас. И будет всем приятно. А у меня будет тема для размышлений. Продолжение следует...